Всем доброго времени суток, с вами Элисон Роуз, и сегодня мы попробуем инди-хоррор под названием The Night. Он вышел буквально пару дней назад и, по слухам, похож на Слендера, поэтому, я думаю, мы прямо сейчас и начнём. Посоветовал мне этот... Ууу, машинка перевернулась. Посоветовал, в общем, мне этот хоррор, Вайтер Чену. Я увидела у него этот ролик, и, собственно, этот же парень дал мне ссылку на скачивание, и давайте скипнем это, чтобы не забивать время, потому что это очень грустно. У меня же по-прежнему не сняли нарушения с канала, и, ну, посмотрим, что здесь в этом инди-хорроре. И, ой, господи, я что-то торможу, и почему-то мышка летает, как чумачечья. Отлично, включили фонарик, причём очень шумно включили фонарик. Может, надо потише сделать? Знаете, подождите, сейчас попробую сделать чуть-чуть потише. Так, надеюсь, потише. Так. Чё такое? Я собрала стаканчик. Кстати, не ругайте меня за то, как я прохожу хорроры, и вообще, как я делала летсплей, всё же я не имею такого большого опыта, как другие. О, фонарик, видимо, батарейки к нему требуется. Но, в принципе, это и нормально. И туда нельзя, да, пройти? Чё-то меня шатает во все стороны, я не понимаю, почему так быстро двигается мышка. И, к сожалению, я не знаю, как это... Что за... Нет! Нет, не трогай меня, кто там? Почему у меня так быстро колодится сердце? Ах, ой, я чё-то уже перепугалась, на самом деле, до полукакушки, но... Эй, кстати, извините меня за мой французский, если я буду кричать, или что-то в этом ролике будет такое страшное, но... Извините меня, как есть, так есть. Так, я даже не знаю, в какую сторону двигаться, и каков здесь монстр, птичка улетела прямо в землю. Надо же, какая хардкорщица. Идём вниз. Чё-то птичек здесь как-то много, я почему-то застреваю. Нет, всё в порядке. Бочку, я думаю, собрать нельзя, хотя она так подсветилась, как будто можно это сделать, но... Кто там дышит? Не надо этого делать. Ой, я ищу записки на стенах. Ну, чё-то уже совсем слендер немного переиграл. Чё-то опять бьётся сердце! Нет! Со мной всё будет в порядке. Я сильная, я это выживаю, я просто бегу и... Нет-нет-нет-нет-нет, не надо так сильно колотиться. Что же это обозначает? И нет фонарика у меня. Ой, нет-нет-нет, всё, глубокая дрова, всё, мне конец. Я чувствую, мне конец, всё, меня сейчас убьют. Ядрит Мадрид, как страшно. Боже мой, ещё от Ренгеймера взяла это Ядрит Мадрид. От кого я всё-таки бегу-то? Быстро, быстро, быстро! Там что-то подсвечивается, значит... Боже мой, как страшно. Интересно, я могу умереть от инфаркта в этой игре? И даже не знаю, сколько это буду я проходить. Что-то мне так же ссыкотновато уже стало, ребята. Куда мы идём в итоге-то? Я ничего же не вижу, ничегошеньки. Я даже не знаю, где найти батарейку. И, возможно, я тараторю как бешеная, но... Тихо-тихо, ну не надо так стучать, сердечко. Ты успокойся, всё в порядке. Мы же просто ходим. В грёбанной темноте. Ну, чё поделаешь? К сожалению, ничего не исправить и не изменить. У меня же даже ничего нет. Слушайте, походу я схожу с ума. У меня так колотится сердце. Ой, я чё-то подобрала. Я подобрала стаканчик, которого, естественно, я не вижу. И вы наверняка ничего не видите, потому что и я ничего не вижу. Ну и как мне, собственно, справиться в этой темноте? Дайте мне, пожалуйста, батареечку, например. Я буду очень вам признательна. Чё-то... Мне кажется, сердце сейчас точно разорвётся. Что ж там так колотится-то? Успокойся, не делай так со мной. Пойдёмте в деревья, они меня спасут и скроют от кого-нибудь. Да что так колотится сердце? Я сейчас точно умру. Точно умру. Вы слышите, как сердце бьётся? Буф-буф-буф-буф-буф. Я потерялась. Блин, а здесь... Наверняка есть тактика, как в слендере. То есть куда надо ходить, куда не надо ходить. Но я же не могу этого знать наверняка, правда? Я ведь ничего не вижу, как бы. И трава глубокая, и что-то я застреваю во всём. Ладно. Глубокая трава, вы слышали? Это уже от паники. Ничего не вижу! Блин, вы слышите? Что с сердцем-то с моим? Оно не может так биться. Это не человеческое какое-то сердце. Возможно, это бьётся вообще не моё сердце. И что-то наушники падают. Ну, конечно, чего бы не упасть. Это прямо... Нау! Да тихо, успокойся, ну... Не мандражируй ты. О, ещё стаканчик. Батарейка. Зашибись! Всё! Всё хорошо! Ну как хорошо? Насколько может быть хорошо в тёмном лесу, опять же? Ничего хорошего. Вот. И вообще надо идти в ту сторону. И... Вот-вот-вот, что это? Что это? Ну, инвалид, давай. Давай. Ей! Я подобрала ещё один стаканчик. Кстати, в этой игре нельзя бегать. Но это к слову. Чё тут у нас написано? Ой, я думала, это надпись. Я уж подошла. Вам не кажется, что я кругами каким-то хожу? Ну... То есть, блин. Я, конечно, всё понимаю, но... Сейчас у меня кончится опять же батарейка, и сердце начнёт колотиться. Ну вот, слышите опять? Вы слышите, как сердце бьётся? Так, идём насквозь, короче. Я потому что реально не знаю, куда я должна в итоге попасть. Ну это успокойся ты, ну чё ж так паникуешь? О, чё-то светится. Ну, прыгай быстрее в ту сторону. А-а-а, мы здесь уже были, и здесь был монстр такой большой, страшный. Хотя он меня даже напугал меньше, чем Слендермен, когда я его вела в первый раз. А может быть, здесь всё-таки реально зависит что-то от того, как сильно у меня колотится сердечко. Потому что колотится оно, конечно, со скоростью бешеная, бешеная, я не знаю, кого-нибудь. Пойдём туда, туда же можно дойти. И там чё-то как будто бы... Эть, эть. Вы, как и я, наверное, ничего не видите. Блин, очень печально. Я вообще не люблю делать лендсплеи, когда реально ничегошеньки не видно, как и мне, так и вам. То есть, мне-то ладно. Я-то прохожу игру, а вы смотрите, и вам надо понимать, что происходит. Ну, блин, я хожу кругами, опять же. Возможно, я какую-то развилку где-то пропустила. Да вроде не пропустила. Самое интересное то, что в Слендермене, да, несколько локаций. И, то есть, по сути, мы знаем, в какую сторону нам надо хотя бы двигаться. То есть, например, двигаться прямо, не оборачиваться, да. Что делать здесь, я не знаю. То есть, здесь белый дымок, и везде тупики. И я не вижу батарейки. Единственное, что я, кстати, вернулась когда в обратную сторону. Я нашла что-то наподобие... Ой, я вообще ничего не понимаю. Господи. Нашла что-то наподобие горы, на которой был стаканчик. Кстати, я сейчас, скорее всего, нереально тараторю. Ну, хватит колотиться-то. Вы мне лучше помогите. Куда мне идти-то? Я так буду вечно, что ли, шастать? Ой, что это тут такое? А, ну, тот же самый. А его можно... Да нет, его нельзя обойти, этот туннель. Ну, и чего? И куда мне идти? Хорошо, будем ходить вот как-то вот так, змейкой. Вы, наверное, видите, как я змейка хожу? Может быть, я что-то подберу, не ведая сама этого. Потому что, как мне найти? О, вот. Да? Всё! О-о-о-о! Это значит, меня сейчас кто-то скушает. Я собрала, я собрала его. Я заснял, я заснял. И фонарик. Класс! Ну, хорошо. Кстати, и что дальше-то? Я же нашла все стаканчики путём выматывания своих нервов. Что же делать теперь? Видимо, ничего. Блин, ребят, ну, как бы я не хочу все 15 минут шастать просто так. То есть, я нашла стаканчики. Я... Отключим пока фонарик. Чёрт бы с ним, потому что, блин... Кстати, вот я сейчас только что отключила фонарик, и сердце не бьётся. То есть, так быстро. Может быть, это от чего-то зависит. Потому что... То есть, когда я, видимо, осознаю, что у меня нет батарейчик, всё со мной плохо становится. Когда... Ить! Когда батареечка есть, я, видимо, спокойна. Да, ребят, я чувствую, извините, как я быстро тараторю, но я немного переживаю, волнуюсь. Всё же, это как-то странно. То есть, я не люблю игры, в которых реально не поймёшь, куда тебе надо дойти. О, дорога! Ну, потрясающе! Дорога хоть куда-то, я надеюсь. Вообще-то, без фонарика мне как-то спокойнее туда идти. Хотя, нет, не спокойнее. Что же я вру? Вот, вот, мы куда-то пришли. Наверняка куда-то. О, всё. Пока. Я ничего не вижу. Ни-че-го. Чё мне делать? В темноте, что ли, блядь, шататься-то? И, кстати, монстр был в виде призрака. Ребят, если вы не... Вы не переживайте, я тоже вижу чёрный экран, как и вы. Я застряла, и чёрный экран, и... Ну, всё, походу, дело. Меня заманили в долбанную ловушку, и я не могу двигаться. Блин, ну, придётся заканчивать летсплей. Чё я могу вам ещё сказать? Я нашла 4 стаканчика, и, скорее всего, безумно много тараторила, и у меня бьётся сердце. Ну, наверное, до 10 минут я дотерплю, а потом посмотрим, чё вообще это мне даёт. Потому что от того, что у меня колотится сердце, ничего не происходит. Просто колотится сердце, и я по-прежнему не вижу, куда я иду. И я попала в ловушку. Монстра, видать, какого-то. И... А как я буду ходить, если я ничегошеньки не вижу? Ничего! Ладно, ребят, походу, придётся заканчивать этот летсплей. Очень интересный мод, или что это? Не мод, точнее... Нет, не мод, а инди-хоррор. Довольно интересный, но... Очень непонятный. То есть, возможно, это из-за того, что это альфа-версия. Наверное. Наверное, из-за того, что это альфа-версия. Как ещё можно это объяснить, что я попала в каньон, из которого я не знаю, как вообще можно выбраться? Или я куда-то выбираюсь. Чё-то непонятненькое происходит. И... Уть! Там что-то подсвечивается вдалеке. Я туда могу дойти? Мне как будто блокируют невидимые деревяшки. Ладно, там что-то светится. Я подозреваю, что это батарейка, но она мне не нужна. Я нашла четыре стаканчика, и в итоге меня так никто не съел. Ты же поймал меня, монстр. Почему ты меня не кушаешь тогда? Ладно, очень непонятная игра. Весьма странная и не такая уж пугающая, но с давящей атмосферой. Так что попробуйте сами. Довольно интересная штука, но, к сожалению, абсолютно бесполезная и, как я понимаю, без развязки какой-то в конце. Вот, то есть... Ну, ничего не происходит. Всё, ничего не происходит. Ладно, ребята, спасибо за внимание. С вами была нервная Элисон Роуз. Всем пока!